Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй, и мы продолжаем с вами играть на карте свопа агро с сезонами, и у нас уже поздняя зима. Каюсь, я случайно мотал время на зиму и что-то, короче, перемотал. Тут, по сути дела, особо ничего интересного зимой происходить не должно, но просто мне хотелось, не знаю, показать вам зиму на этой карте. Поэтому немного поиграем мы и зимой, но и также сегодня, друзья, мы с вами и начнем весну, и займемся нашим полем, а может быть в очередной раз и травкой. Посмотрим, как будет у нас что идти по времени. Но давайте посмотрим сначала, что мы имеем. Во-первых, наш баланс, он 121 тысячу, и он не провалился полностью опять в гигантские минусы, и меня это несказанно радует, хотя тут прошло дохренища дней, в общем-то. Плюс, друзья, БГА. На БГА у нас все хорошо, и у нас есть дохренища тюков. Они все уже миллион лет назад перегнили, и сегодня мы это все дело продадим. Их тут 1085 штук, если опять-таки я правильно все посчитал. Ну и как мне уже говорили, зимой цена на силу самая высокая. Давайте, в принципе, сразу же закинем один тюк, посмотрим, так ли это на самом деле и намного ли выше ценник. 979 рублей. Да, ценник действительно выше, хотя вот в середине весны он был еще выше немного, можно было продавать тогда. Хотя я не знаю, относится ли это к тюкам. В любом случае, мы сегодня их продадим, и может быть даже у нас будет что-то около миллиона. А значит, мы что-нибудь себе прикупим. Я обожаю тратить деньги в этой игре, а вообще планировать расходы и все такое прочее. Поэтому, друзья, давайте сначала мы продадим все тюки с помощью нашего любимого алмаза. Он у нас, кстати, арендный, мы его сдадим потом и подумаем, что нам нужно вообще на следующий сезон. Погнали! И, друзья, на этом у нас продажа тюков заканчивается. И плюс еще, как вы заметили, один прицепчик я высыпал на производство биогаза. У нас тут уже было 112 тысяч этого самого биогаза. И пускай будет еще, потому что вроде как деньги у нас появились, и сейчас мы будем их тратить. И, друзья, сейчас порылся по магазину и, соответственно, прикинул, что к чему, что нам надо покупать и примерно когда. Будет это немножко не по порядку в разнобой, потому что мысли приходят, в общем-то, поочередно. С чего начнем? Первое, нам нужен будет плуг. Плуг мы купим за 30 тысяч вот эту вот самую джумпу. 4-8 метра, вполне нормально будет он работать. Но сейчас мы его покупать не будем, сейчас он нам не нужен. У нас одно поле, оно вспахано, с ним все хорошо. Оставляем эту покупку до лучших времен. Комбайн мы возьмем модовый, который идет в паке с этой картой. Фишка у него в том, что это наш любимый Торум. Жатки у него 9-метровые идут. Как мы любим, все по стандарту, за исключением того, что 20 тысяч литров у него объем бункера. Это очень хорошо, стоит он немножко дороже из-за этого. Но мы потом купим его, опять-таки, когда будет у нас уборка поля. Будем смотреть, то ли мы его возьмем в аренду, то ли мы его купим. Там уже будет видно у нас к осени. Жатки мы, соответственно, купим эти же. 15 километров в час у них рабочая скорость, что, в принципе, хорошо. Потому что у стандартных жаток мы видим 10 километров в час скорость. Возьмем те. Далее нам нужно будет прикупить некоторые вещи вот из этого списка, из этого мода. В частности, нам понадобится штука для того, чтобы возить лес в будущем. Нам нужно купить платформу, она у нас аренная сейчас. Нам нужно ее купить. И это, кстати, мы сделаем прямо сейчас. Давайте ее, наверное, сразу же и купим. Заднее крепление мы на всякий случай поставим, оно стоит недорого. Цвет мы выбираем оранжевый, потому что мы любим оранжевый. Пускай будут широкие шины. Цвет обода тоже пускай будет оранжевый. Ну и, конечно же, УАЛ. Для автоматической подгрузки всего того, что мы будем на него грузить. Купить. Далее из этого же пака модов у нас идет бочка для перевозки всех жидкостей. Мы ее также возьмем с задним креплением. Она у нас будет также оранжевая. Поставим ее без декалей, пускай она будет просто оранжевая. И цвет обода тоже оранжевый. Я, да, я люблю оранжевый. Ну и, конечно же, широкие шины мы тоже ставим. Покупаем и эту бочку. Ну и для леса давайте мы сразу же тоже купим, потому что лес я планировал сегодня, кстати, им позаниматься. По настройкам все то же самое. Широкие шины, автоматическая погрузка. Добавляем вот эту заднюю хреновину типа стопера. Ну и заднее крепление на всякий случай мы также ставим. 40 тысяч. Здравствуйте, прицеп. Для всего этого дела нам потребуется нормальный тягач. И на самом деле этот маз мне осточертел. Он не очень быстро ездит, в общем-то. И когда я возил эти гребаные тюки, как-то... Короче, с меня этого маза хватит. Мы берем нормального мана, который также у нас будет задним креплением. Оранжевого цвета и цвет обода оранжевый. Да, у нас все оранжевое. Я помешан на этом цвете. Короче, покупаем эту хреновину также. Ну и, друзья, нам нужен мощный трактор. И желательно быстрый. Я, наверное, как любитель вальтры, возьму на первое время нам топовую вальтру. Сунем на нее мощный движок. Покрасим ее также в оранжевый цвет. Поставим широкие шины и оранжевый обод. Да, все оранжевое. Я помешан на этом. Покупаем эту хреновину. И у нас остается чуть меньше, чем 500 тысяч. И, в принципе, это неплохо. Мы идем дальше и обновляем сейлку. Да, у нас есть сейлка. Да, она вроде как не жрет деньги. Хочу новую. Просто вот хочу и все. Поэтому мы ее тоже покупаем. Точно такую же, как у нас была. Она меня вполне устраивает. 96 тысяч мы тратим и на нее. Распределитель удобрений нам также понадобится. И в будущем мы возьмем вот этот за 67 тысяч. Есть вместе с этой картой модовый. Точно такой же, но с разбросом не 24, а 40 метров. Стоит он столько же. Но я хочу именно этот на 24 метра. Мы его потом возьмем. И, в принципе, этого запаса 20 тысяч литров будет хватать на любое абсолютно поле. А значит, будет иметь смысл построить сельхозхимию и заняться производством удобрений. Удобрять поле мы будем своими удобрениями. Но пока что мы не будем брать. У нас есть вот такая маленькая хрен с ней. Пускай пока будет у нас это. В будущем, друзья, мы обязательно обзаведемся всеми этими бочками. И для топлива, и для воды, и для биогаза, которые идут отдельно. Просто, чтобы они у нас были, но это уже когда у нас будут деньги, когда нам это все понадобится. Потому что есть проблемы с выгрузкой у той бочки. Мы на продажу можем половину терять. А из этих выливается все. Есть, в общем-то, косяк с тем Road Train Pack. Ну и остается у нас 402 тысячи. На что же мы их потратим? Спросите вы, а я вам скажу. Во-первых, за 5 тысяч мы с вами купим фрезу. Пускай она просто у нас будет. Сейчас она нам, в принципе, понадобится для леса. Но вообще, штука необходимая на всякий случай, чтобы она вот была. И, в общем-то, она нужна. Поэтому красим ее также в оранжевый цвет и покупаем. Еще 5 тысяч у нас улетает на корчеватель пней. Мы им вроде как не сильно часто будем пользоваться. Но пускай он у нас все-таки будет вещь необходимая. И, друзья, как я уже говорил, сегодня хочется немножко попилить деревья. Мы возьмем в аренду скорпиона. У нас начальный взнос за него 27 тысяч, 28 почти. Плюс за час работы он у нас сожрет еще 12 тысяч, если мы больше часа на нем будем работать, в чем я немножко сомневаюсь. В общем-то, мы его арендовываем, потому что съездим сегодня немножко попилить. И у нас, друзья, на балансе остается 364 тысячи. Сейчас эта цифра немножко вырастет, поскольку мы, во-первых, продадим нашу сейлку старую. Нахрен она нам сдалась теперь. Ну и заодно мы вернем из аренды платформу и Мазан, которые так хорошо с нами работали. 6 часов наработки у платформы и 6 часов наработки у Маза. Спасибо вам большое. Они просто перевезли миллион тюков уже за свою непродолжительную карьеру. 367 тысяч у нас остается. И у нас производится биогаз, который нужен на производствах. Поэтому нам надо запустить какое-либо производство. После биогаза имеет смысл покупать карьер, цементный завод и завод ЖБИ. Но завод ЖБИ без карьера и цементного завода покупать смысла нет. Поэтому надо покупать то ли карьер, то ли цементный завод. И, пожалуй, начнем мы именно с цементного завода. Поскольку на первом этапе на цементном заводе можно неплохо разбогатеть. Цементик нынче ценится. Так что 300 тысяч мы тратим на покупку нашего первого предприятия. Я лишний нолик ввел, но ничего страшного. Видите, как снег под ногами хрустит, однако. Вот так вот. Сюда нам нужен только биогаз. Производится у нас цемент. Биогаз мы заливаем вот сюда. Цемент у нас производится вон там. Точнее, здесь мы его будем грузить. Цемент стоит относительно дорого. Производится его довольно много. Почему бы, в общем-то, и не позаниматься. Поэтому давайте мы начнем с того, что обкатаем наш новый ман и бочку. И привезем сюда две цистерны. То бишь, 120 тысяч литров биогаза. Если у нас, конечно, выработалось столько. Там 113 тысяч было. Ну, в общем-то, заберем все, что есть. Вот она, кстати, наша новая техника. Вот это вот все вообще наше, наше, наше. И скорпиончик у нас арендный. Я вот, кстати, не знаю только, куда продавать лес. Вообще, можно, кстати, даже купить производство поддонов и запилить поддонов на продажу. Почему бы и нет? Замечательно. Я только что проверил, и лес можно продать будет вот здесь. Вот в таком виде, в котором он есть. Следовательно, мы сейчас пригоним сюда скорпиона. Хреновину для вырезания пеньков. Хотя, пока снег лежит, смысла от нее нету. Потом мы все это поделаем. Значит, сейчас мы гоним сюда мана с прицепом и скорпиона. И немножко попилим леса на продажу. Но сперва, сперва бочка, биодизель, цементный завод. Поехали. И, друзья, наполняем мы биогаз. Пускай наполняется. Мы же тем временем возьмем нашу новую вальтру. Отвезем домой сейлку. Потом вернемся сюда, подцепим корчеватель пни и отвезем все это дело на наше будущее место вырубки. Субтитры сделал DimaTorzok И, друзья, вот такое вот путешествие мы с вами совершили. Да, серия сегодня какая-то у нас такая транспортная. Но ничего, наслаждаемся видами. Реально красиво здесь все сделано. Так, когда снег, это очень здорово. Соответственно, вот этот лес мы сегодня будем пилить. Вот здесь вот у нас теплоцентраль, куда мы будем свозить эти все бревна. У нас тем временем уже миллион лет назад наполнился, наполнилась точнее наша бочка с дегистатом. То есть, блин, с биогазом. Господи, что я несу. И мы все-таки одну бочку отвезем на цементный завод. И, друзья, я еще, знаете, что хочу проверить? Я где-то слышал такую информацию. Или читал, я не помню. Но зимой можно ездить по льду. И, соответственно, можно будет сократить расстояние на все это дело. Поэтому сейчас поехали мы к ближайшему мосту и проверим эту информацию. И, друзья, вот она река. Соответственно, отцепляем мы наш прицеп и едем поближе к воде. Но что-то мне кажется, что мы сейчас тут нахрен просто можем утонуть, судя по текстуркам. Да, река не замерзла. Я не знаю, это забагалось из-за моей перемотки не совсем правильной. Потому что я, когда мотал время, свернул игру. Я сидел на работе, меня отвлекли. И когда я очнулся о том, что, короче, у меня же там перемотка времени идет, ешкин кот. Уже наступила поздняя зима. И, на самом деле, даже снег не выпал. Я потом еще чуть-чуть промотал. Там синхронизировалось все это дело. И, короче, тогда у меня появился снег. В общем-то, придется нам ехать сейчас в объезд, друзья. И везти этот самый биогаз на цементный завод в объезд. Маршрут я сейчас записывать на это все дело не буду. Потому что едем мы по снегу очень медленно. Поэтому просто едем и наслаждаемся видами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, друзья, соответственно, приехали мы на наш цементный завод. Сейчас бочка выгружается. Далее нас ждет вполне интересный маршрут. Потому что я подумал, что тащить скорпиона с его скоростью на своем ходу это такое себе удовольствие. Поэтому мы едем сейчас с цементного завода отсюда. К нам домой. Ставим там эту бочку. Арендуем низкорамник. Давайте даже подороже. Можно, в принципе, без разницы. Красим его в оранжевый цвет. Арендовать? Да. На этом низкорамнике, соответственно, мы отвозим нашего скорпиона на место нашей вырубки. Там все это пилим. Потом возвращаем это все дело обратно в магазин вместе с скорпионом. Сдаем арендную технику. Едем, берем прицеп для леса. И едем, соответственно, продавать лес. Вот такой вот хитрый коварный план. Так что да, сегодня мы много путешествуем. Садимся и поехали. Сначала домой, потом в магазин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Так, друзья, я пытаюсь тут разобраться с этим низкорамником. Что-то я, кстати, никогда в жизни им не пользовался. И фиг его знает, заедет ли на эту платформу наш скорпион. Давайте, в принципе, попробуем. Я тут ее раздвинул как только мог. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ненавижу поворотные рамы. Это просто вот боль для меня. Просто боль. Ну, короче, вот так вот пойдет. Глушим двигатель. Садимся, соответственно, обратно в мана. Я не знаю, надо задвинуть, наверное, вот эту хреновину. Не, надо немножко отодвинуть. Ну и хрен его знает, будет ли он стабильно держаться. Вроде как он должен привязаться к этой всей хреновине. Или, может быть, дальше чуть-чуть поставить, немножко дальше. Поставим вот эту хрень. Максимально близко. И, соответственно, еще больше задвинем вот это все дело. Ну, вроде как должен держаться. Поехали. А не, тут-то было, друзья. Сейчас еще попробую выйти отсюда. Все сложно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, друзья, тогда мы попробуем, не знаю, может быть, он из-за веса. Может быть, из-за того, что платформа просто трется об снег. Сейчас попробуем два варианта. Первый это проехать без скорпиона. Если мы сможем хотя бы сюда выехать, а мы не можем сюда выехать. Он хотя бы уже с места сдвинулся, это уже хорошо. Сейчас попробуем выехать. Да, мы смогли без него выехать. Соответственно, теперь мы погрузим уже на дороге скорпиона. И сейчас мы его утащим. А я, ребята, говорил уже, что ненавижу эти поворотные рамы? Наверное, говорил. Да, блин, я не понимаю, как это работает. О, стал. Чудо. Аллилуйя. Все, глушим эту хрень тогда. Садимся в мана. Задвигаем нахрен эту платформу. И я рад, что требуется лаванда. Все, мы едем и везем скорпиона. И, друзья, мы заглохли. А, у нас еще и эта хрень свалилась. Какого хрена она свалилась? Он, видимо, поэтому... То есть мы не заглохли, мы забуксовали. Мне кажется, я что-то неправильно делаю. И как-нибудь эта платформа должна опускаться, что ли. Но я хоть убейте, не могу найти такую кнопку. А, друзья, я понял. Это делается вот таким вот образом. Отцепляется эта хреновина. Вот так вот отъезжает. И можно ровно нормально заехать на платформу. Я что-то забыл просто. Простите меня за тупняк. Так, вроде ровно стали. Сейчас мы обратно подцепляем вот эту штуку. И, соответственно, платформу задвигаем. Да, придумал я себе приключений каких-то. Но мы все равно не можем отсюда выехать. Но мы сейчас попробуем еще раз. Что нам терять-то? О, нормально, проехал. Обратно поедем вот здесь в объезд по этой дороге. Не будем здесь срезать. Ну и нафиг. О, замечательно. Я аж еще оставил двигатель незаглушенным. Хотя сейчас не самое время его глушить. Друзья, мы оставим прицеп здесь. И дальше поедем своим ходом. Потому что мы его просто потом обратно не затащим. Так что кидаем его на дороге. И, друзья, я считаю, что мы правильно сделали. Что взяли низкорамник. Потому что мы очень много времени сэкономили на доставке сюда Скорпиона. Единственное, только что мы, наверное, по фэншую все сейчас расцепим. То бишь проедем чуть дальше на этой хреновине. То есть вот так вот все это дело отцепляем. Проезжаем. А, нет, он мешает проехать трафику. Давайте как-нибудь отъедем в сторону. Так вроде не мешает. Соответственно, отгоняем вот это все дело. Глушим двигатель. Садимся в Скорпиончика. И едем таки пилить эти гребаные деревья. Ради чего все это дело и затевалось. Ну и что, приступаем. В принципе, пилим все, что попадается к нам под руку. Единственное, только надо поставить длину распила в 10 метров. Можно, в принципе, даже... Ну ладно, пускай будет 10. Все, погнали, короче, развлекаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и друзья, на этом, наверное, на сегодня, пожалуй, все уже темнеет. Поэтому лесозаготовку мы с вами прекращаем. Выключаем эту всю хреновину. Не шибко много мы, конечно, поработали, если так подумать. Но это так, знаете, проба пера. Просто небольшой эксперимент. И интересно вообще, получим мы за это что-нибудь или нет. И, кстати, у меня есть еще один интересный вопрос. Потому что я помню, когда-то, играя на карте Сосновка, это дефолтная карта, я случайно уронил дерево в реку. И знаете, что с ним стало? Оно очень задорого продалось. Поэтому сейчас мы проверим, можно ли это сделать и здесь. Мы даже ради приличия отпилим все сучки, чтобы все было чики-пуки. Вот и все. Мы его полностью отпилили. Сейчас мы его попробуем сбросить в реку. Благо у нас есть суперсила. И мы можем вручную... Слушайте, оно длинное, ни хрена себе оно длинное. И, кстати, там еще один сучок остался. Сейчас мы его порешаем. Вот так вот. Даже со своей суперсилой немножко геморройно подымается. В общем-то, давайте мы его сбросим в реку, посмотрим, что же все-таки будет. А ни хрена, друзья, не будет. Оно просто упадет в воду. Поэтому нет смысла. Поэтому несем его обратно, не пропадать же добру. Длинная деревяха все-таки. Сейчас мы ее распилим тоже на 10-метровые кусочки. Ну или примерно 10-метровые. И все, друзья. Гоним тогда скорпиона обратно. Уже темно. Не очень хочется работать в темноте. Я, пожалуй, даже время приостановлю. Потому что... Ну вы понимаете. Да, вроде пойдет. Вроде нормально мы его сейчас проканули. Соответственно, цепляем маном. Цепляем этот прицеп. И везем обратно в магазин. И все, друзья. Паркуем эту технику около магазина. Я ее уже не буду загонять прям вот на нужный триггер. Отцепляем все это дело и сдаем. Кстати, вот эти части, он отдельно идут у нас в магазине. Front, back. Прикольно. Все сдали. И теперь цепляем прицепчик, который у нас лесовозный. Но сейчас, друзья, нас ждет самое интересное. Нам нужно каким-то чудо образом погрузить все эти гребаные бревна на этот самый прицеп. Благо на нем есть, конечно, автозагрузка. Но кататься здесь все равно никакого удовольствия не будет. Поэтому, в общем-то, мы пробуем. Я единственное еще включу менюшку, потому что я ни хрена не помню, как пользоваться этим прицепом. И на геймпаде, увы, кнопок нет. Ладно, придется ездить тогда на клавиатуре. В общем-то, пробуем все это дело собирать и ездим продавать. На этом, наверное, первая партия все. Поехали ее продадим. Потому что, боюсь, что если мы нагрузим сюда еще больше деревьев, мы отсюда просто-напросто потом не уедем. Так, вроде у нас как-то здесь продаются эти самые деревья. Единственное, надо поставить как-то правую сторону. А она у нас и стоит. И нажимаем X. И они ни хрена не продаются. Потому что, видимо, они продаются чуть дальше. Поэтому мы грузим их обратно. И, наверное, давайте мы сейчас найдем этот триггер просто. Сделаем мы это просто. Мы возьмем... Так, чуть дальше. А я их и выгружать. Не надо было, просто заезжаешь и все. 30 тысяч у нас за прицеп получилось. В принципе, не так уж и плохо. Мы, по крайней мере, отбили Скорпиона. У нас случилось небольшое ЧП. Меня занесло, я наехал на деревья и теперь не могу из-под них выбраться. Но благо, наша суперсила поможет нам взять и просто повытаскивать эти деревья из-под машины. Я думаю, так пойдет и... Да, пойдет. Да, не совсем так, как было задумано, они посыпались. Хотя тут уже довольно до хрена мы нагрузили. Давайте-ка мы эту партию тоже продадим. Слушайте, а мне нравится. Заезжаешь, просто оно продается. Здорово. Еще 30 тысяч. Чуть больше мы получили. Замечательно. Очередную партию деревьев мы с вами, друзья, собрали. И сейчас едем их продавать. Тут, в принципе, еще на один прицепчик у нас осталось. Вроде как все. Тут, конечно же, остались еще мелкие ветки, которые утонули в снегу. Потому что зимой, друзья, заниматься лесом это такое себе удовольствие. Мы это все будем делать отныне летом. И все, друзья, тогда глушим мы мотор. Выходим из машины. И что нам нужно дальше сделать? Во-первых, мы заработали немного денег. Во-вторых, у нас, кстати, очень хорошая цена сейчас на цемент на третьей стройке. Вопрос лишь в том, сколько у нас этого самого цемента сейчас есть. А его у нас всего лишь 30 тысяч. И это как-то довольно-таки мало. Пускай, короче, работает, производится дальше. Не будем мы его пока что продавать. В общем-то, нормально, мы сегодня попилили. Но, друзья, нет, зимой это делать, это такая себе идея. Зимой будем заниматься заводиками. Хотя, честно говоря, и ездить по этому снегу, мне тоже удовольствие никакого не доставляет. Поэтому я еще не знаю, какие работы мы будем оставлять на зиму. Только, разве что, дополнять заводы. Ну и когда обзаведемся животными, то, соответственно, ухаживать за животными придется. А сейчас, друзья, мотаем время и ждем прихода весны. И, друзья, у нас пришла весна. Но весна эта наступала настолько долго, что вот только-только сошел снег, хотя уже середина апреля. И что я, значит, обнаружил? Во-первых, у нас здесь не лежит никакой щепы вокруг этих самых пеньков. Единственное, вот я вижу пару веток, которые можно откинуть или затащить потом куда-нибудь. Главное не потерять. У меня стоит мод на то, чтобы была щепа с тех деревьев, которые мы, типа, пилим. Возможно, все дело из-за снега. Щепа, как и солома, может быть, пропадает из-за влаги там и еще чего-нибудь. Сгнивает или так далее. В общем-то, сейчас мы это проверим, поскольку сейчас мы будем выкорчевывать гребаные пеньки. Но прежде чем мы будем это делать... Боже, сколько здесь вот этой мелочухи осталось. Все, друзья, никакого леса больше зимой у нас не будет. Даже не ждите. Вроде все собрал, да? Не знаю, но может еще потом попадется. Прежде чем, друзья, мы будем начинать корчевать пеньки, мы, друзья, заскочим на биогаз. И возьмем здесь нашу чудо-косилку с нашим чудо-тюковщиком, потому что тюки нас не отпустят, я об этом уже говорил. Не угадал. Вот оно, наше добро. Единственное, кстати, что меня беспокоит, косилку, возможно, нужно чинить. Нет, у нее до того осталось 4 дня. Замечательно. Значит, она у нас еще разочек покосит. И, друзья, в принципе, как и ожидаемо, мы отправляем нашу косилку косить вот это поле. Покос травы БГА. С разными полевыми работами. Со стартовой точки мы его запускаем. И вроде как он должен нормально работать. Да, все, нашел он стартовую точку. И замечательно. Вроде как не очень много должно быть тюков, потому что трава еще не до конца у нас созрела. Но наступит лето, и мы устроим еще один покос. Короче, все у нас будет гуд. Но мы тем временем перемещаемся в нашу любимую вальтеру. Она стопудово будет у нас любимой. Я в этом просто не сомневаюсь. Соответственно, отцепляем сейчас вот эту вот всю хреновину, которую я перегнал для сбора щепы. И идем корчевать пеньки. И да, друзья, щепа у нас остается. Видимо, все дело в снегу. В снеге. Да. В общем-то, все из-за снега. Мы продолжаем, короче, корчевать пеньки. Потом собираем всю эту щепу. И... Ну, вы поняли. Ну и все, друзья. У нас с пеньками покончено. Хрен эту мы для корчевания пней бросаем здесь. По сути дела, лес пилить мы будем в ближайшее время именно этот. Поскольку рядом находится пилорама, которую мы, скорее всего, купим довольно-таки скоро. Сейчас, друзья, нам нужно собрать всю щепу. В общем-то, прибраться за собой. Если ее будет здесь больше, чем один прицеп, то эту разницу мы продадим. А прицепчик этот мы отвезем на компост-мастер и сделаем из этой щепы самую малость компоста. Ну, просто в любом случае он будет намного дороже продаваться, чем сама щепа. А мы же все-таки люди жадные. В общем-то, давайте ее собирать. Блин, я забыл обрубить один пенек, ну да и хрен с ним. Потом уже в следующий раз пилить деревья будем, тогда мы его и порешаем. Ну, вроде, друзья, ничего не пропустил. Опять-таки, вроде. Соответственно, щепы у нас получилось. Тут просто кот наплакал, как бы хрен с ней. Везем это все дело на компост-мастер и выспим туда. Пускай, ну, хоть что-то там будет. Высыпаем эти несчастные 7000 литров сюда, но запускать этот завод мы пока что не будем. Точнее, не завод даже, в общем-то, компост-мастер, потому что везти сюда биогаз, ну, пока что смысла не имеет. Когда мы уже вплотную им займемся, тогда можно будет. А сейчас пока рано. В общем-то, друзья, бросаем это все добро пока что здесь. Например, вот сюда вот мы кинем фрезу. Вот сюда вот мы кидаем телегу. Теперь же мы цепляем противовес. Я, кстати, вот его спрятал сюда, когда сдал трактор в аренду, на котором он висел. Цепляем удобрялку и едем удобрять наше поле, потому что все, весна у нас пассивная, все дела. Хотя еще почва довольно-таки холодная. Я не знаю, можно ли сажать при такой температуре почвы. Один градус показывает, не сдохнут ли наши растения. Но удобрить сейчас, я думаю, смысл имеет. А тут, кстати, соломка наша-то и осталась, которая была так себе убрана на поворотах. Ну и да ладно. Генерируем нашему товарищу маршрут на удобрение всего этого дела. Выглядит он точно так же, как и все прошлые разы, потому что генерируем мы его из одной точки, с одинаковыми параметрами, добавляем к нему поле 99 семена, потому что надо будет съездить один раз заправиться ему. И со стартовой точки запускаем. Все, друг, давай удобряй это поле, я надеюсь, что у тебя хорошо получится это сделать. А мы пока что знаете, что сделаем? Мы возьмем нашего мана, заберем из магазина платформу и соберем пару тюков, которые у нас уже натюковались за последнее время. Друзья, как приятно рассекать на мане со скоростью 80, когда нет снега. Это не на мазе кататься, там по 60, и то еле-еле. В общем-то, друзья, поехали, соберем парочку тюков. Друзья, нас сейчас интересуют в первую очередь те тюки, которые будут мешать нашему тюковщику разворачиваться, когда он сейчас пойдет ездить уже не по кругу, а вперед-назад. И он, в принципе, уже начал это делать, поэтому мы сейчас соберем вот эту проходку, ну и то, что лежит по бокам. Ну и все, друзья, получается с этим полем у нас. Теперь косилка доделает его до конца, я в ней не сомневаюсь, ничто не будет ей мешать. Просто все эти остальные тюки я уже на БГА свожу, как обычно, за кадром. Ну и, друзья, у нас закончился покос и закончилось удобрение. Практически одновременно это все дело произошло, поэтому мы снимаем с маршрута нашу косилку. Надо съездить ее заправить. Сбрасываем ей маршрут, везем ее на заправку, ставим заправляться, потом, ну а потом посмотрим. И, друзья, ставим этого товарища заправляться. А тем временем этого товарища мы уберем и поставим его сеять это поле. Ну и, соответственно, генерируем маршрут для этого товарища. Выглядит он вот так вот, три поворотных полосы я поставил. Ну и вполне нормально, собственно, с ним будет. Добавляем ему поле 99 семена. Сеять мы, друзья, будем рожь. Она дает соломку, да и рожь, собственно, потом будет куда деть. Соломку мы всю, наверное, на компост потом переделаем. Короче, будем поднимать этот колхоз с колен. Запускаем по маршруту со стартовой точки и он едет заправляться. Вроде как должен заправиться нормально, тут просто трактор чуть-чуть шире. Да вроде должен проехать. А мы тем временем возвращаемся к нашей косилке. Она почти заправилась. В принципе, столько топлива ему точно хватит на покос этой нашей любимой лужайки, которую я уже проклинаю на самом деле. Но нам нужны тюки, нам нужно бабло, поэтому мы ставим опять ее косить. Поезжаем на поле и прямо отсюда мы запустим маршрут по Костровы Взлетка. Со стартовой точки, пускай работает. Вроде как все у него должно получиться. Ну и, друзья, вот этого товарища мы сейчас еще с вами проконтролируем, чтобы он по-человечески заправил сейлку семенами и удобрениями. Замечательно. Удобрениями он заполняется. Семенами, надеюсь, тоже заправится. Хотя вот он уже здесь даже, видите, стоит не очень удачно. Но нет, проехал и заправляется. Все. Замечательно. Шикарно. Я доволен. Единственное, только ценник, конечно, на семена удобрения, это боль. Возвращаемся к этому товарищу, который у нас уже начал все это дело косить. И, соответственно, друзья, оставляем мы все это дело работать на ночь. И у меня большая просьба к тем, кто досмотрел до этого момента. У меня, товарищи, к вам есть два вопроса. Первый вопрос, это нравится ли вам игра с модом сезонов? Оставлять ли его? Если вам не нравится, пишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Если оставлять, тоже напишите, пожалуйста, не поленитесь написать об этом. Я специально этот вопрос задаю в конце, потому что, скажем так, те, кто досмотрели до этого момента, имеют более приоритетное право голоса. Вы больше, друзья, влияете на контент, который создается на нашем канале. Ну и второй вопрос, это серии. Короткие, но часто, или длинные, но редко? Ну, не то, чтобы прям редко, но, в общем-то, пореже чуть-чуть, потому что, сами понимаете, отснять все это такое. Вот, пожалуйста, большая просьба, ну, не поленитесь, вот. Я вот не так часто об этом прошу, но сейчас это действительно важно. Ну и на этом я, наверное, с вами попрощаюсь. В следующей серии мы продадим тюки, разбогатеем. Может быть, позанимаемся лесом. Возможно, даже домотаем до осени, уберем поле. В общем-то, посмотрим. Потиху мы запускаем заводы. Займемся мы этим цементным заводом, нормально там биогаза наделаем, все такое прочее. Поэтому, влепите, пожалуйста, лосик, чтобы серия вышла побыстрее, потому что именно от этого это все дело зависит. Мотивация, знаете ли, и так далее. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии по поводу всего того, что вы видели и что думаете, план по развитию и так далее. С вами был Никита Дилэй, всем всего доброго, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!